В Могилевском заосаде за неколькие тыдням з'явилось околе десятка новых жахару. Например, четыре новонародженных зубранятий и маленький муфлон. Выходжбали тут рыдкого для Беларуси орла-могильника, якого знайшли школьники у вёсцевий шоу. А наши с дымышной группе пропоновали познайомиться и дать имя зной дышу маленькому ласенятиям. Пусть будет Машкой. Машкой. Значит, Иван, слышишь? В документе, в паспорт Машка. Машкой будешь. Машкой растеряшкой. Маленькую Машку неколькеты днём тому знайшли на поле у Любиньским районе мясовые егеры. У дикой природы одна и она не выжила. Да в Махче узялись у Могилевском заосаде. Вторая мама у неё люди. То есть люди, которые за ней ухаживают. Она привыкает к людям. Видите, как к рукам идёт с удовольствием. Разговаривает с людьми. Машка, ты теперь Машка. В дикой природе они тоже так разговаривают между собой лоси. Они, когда вырастают, тоже так разговаривают. Есть у них другой разговор гона у самцов. А так все девочки так и разговаривают. Под пильным наглядом специалистов Машка будет находиться до трёх месяцев. А молоком кормить будут до пяти-шести, как у дикой природе. Что на будущее? Мы выращиваем жену нашему. Муж её ждёт в большом вольере. На будущую году у них будет встреча. Добрый, по-моему. Да, и будет, конечно, своё потомство. Это большая благодарность у нас к работникам зоосадок. К Ивану Ивановичу, к ведворачу, к зоотехнику, которые ставят на ноги. Это животное, попавшее в беду, потому что это нелёгкий процесс. Ты день тому привезли у зоосад из населенного орла-могильника. Его откормили и подлячили. На этих аматорских кадрах редкую для Беларуси птушку окольцовывают, что допоможет сошить за её в дикой природе. Птушку выпустили у открытый вольер, и орел-могильник самостоянно покинул зоосад и вернулся в природу. Катярына Балукова, Виталий Алексеенко. Новины региона.